В эфире новости экономики в студии Александр Новиков. Здравствуйте! Выпуск представляет инвестиционная компания Финам. Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. Финам предлагает решения для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. Финам. Ваш индивидуальный способ достижения цели. Что касается рынка нефти, то последнее восстановление котировок пока не стоит воспринимать как окончательный слом понижательного тренда. Тут сработали лишь временные факторы. На рынке деривативов был побит новый исторический рекорд по коротким позициям на фьючерсных контрактах нефти. А после выхода отчета от Министерства энергетики США, в котором значилось падение добычи на 100 тысяч баррелей, львиная доля этих коротких позиций начала закрываться, что и привело к росту нефтяных цен. Дело в том, что такое существенное падение добычи было связано лишь с временными факторами. Поэтому уже на следующей неделе данные будут в корне противоположными. И это приведет к новому снижению котировок. Плюс фактор экспирации и закрытия месяца, квартала и полугодия тоже нужно учитывать. В такие дни и недели без манипуляций по многим инструментам не обходится. Пока весь фундаментал для рынка нефти свидетельствует за дальнейшее снижение, хотя локальный рост на 2-3% еще возможен. Страны ОПЕК пока даже близко не хотят обсуждать дальнейшее снижение квот, а избыточное предложение с рынка не уходит. Более того, добыча в Ливии, Нигерии и России продолжает расти, а автомобильный сезон в США пока никак не увеличил спрос на бензин. Его запасы сильно не снижаются. Глобальный долгосрочный коридор по ценам на нефть пока сохраняется в диапазоне 40-60 долларов за баррель. Причин для выхода надолго за пределы этого диапазона нет. Цена золота за неделю снизилась в пределах 1%, хотя с начала года этот актив показывает рост почти на 7%. Конечно, на фоне роста доходности по американским долговым инструментам золото выглядит не столь привлекательно в качестве защитного актива. Но если ситуация на мировых финансовых рынках продолжит ухудшаться, то золото обречено на рост. Более долгосрочные цели по золоту с горизонтом до конца года лежат ближе к 1400 долларам за тройскую унцию. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на 6 июля. Доллар 59 рублей 58 копеек, евро 67 рублей 68 копеек. Редактор субтитров А.Семкин